Айсен Сергеевич, здравствуйте. Сегодня в нашу республику прибыл глава МЧС России Евгений Николаевич Зиничев. Сегодня вы с ним посетили районы нашей республики. Несколько слов, пожалуйста, об этом. По поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина сегодня в Якутск прибыл в министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгений Николаевич Зиничев. Вместе с ним прилетела большая команда руководства МЧС, первый заместитель министра Чуприян, заместитель министра Йоцуценко, руководитель аппарата, руководитель авиации МЧС и ряд других руководящих работников министерства. Мы сегодня уже занялись конкретно планированием операции по локализации и по ликвидации лесных пожаров, по защите наших населенных пунктов. Посетили наиболее опасные с этой точки зрения пожары на территории Намского района, Горного района. Посмотрели, как будет выстраиваться защита сел Ортосурд, Кептин. Также Евгений Николаевич посетил Бескёль. На месте ознакомился и заслушал доклады руководителей тушения пожаров, которые у нас были неделю назад, в прошлую субботу, когда пожар заходил на территорию села. Ознакомился также с ходом восстановительных работ по Бескёлю. Ситуация, безусловно, неординарная. У нас достаточно большая группировка сейчас работает в Западной Якутии. Это самолеты МЧС России, самолеты Министерства обороны, которые сегодня тушат пожары на территории Мильнинского, Сунтарского, Нюрбинского и Верхнегрюйского районов. И мы видим там явную позитивную динамику. Вместе с тем, из-за задымлённости аэропорта Якутск у нас достаточно большая группа спасателей, прибывших из Центральной России, сейчас находится в аэропортах Полярной и Мирной. Спланировано, что сегодня ночью будут переброшены дополнительные самолёты МЧС для того, чтобы эти спасатели уже в течение сегодняшней ночи прибыли в Якутск. И уже с утра были распределены на самые тяжёлые участки. Это пожары Намского района, Усалданского района, Чуропчинского района и Горного района. По каждому из этих пожаров уже, ну, в этих районах уже определено количество людей, которые будут перебрасываться, пути их передислокации наземные. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что всё-таки аэропорты и Мирного смогут выпустить, и Полярного, а Якутск всё-таки ночью при использовании специальной аппаратуры сможет эти борта принять. И уже с утра специализированные формирования МЧС смогут приступить к тушению пожара. Ну и также определены уже пути усиления авиационной группы. Пока у нас здесь, в Якутске, не могут садиться самолёты Бе-200 и Л-76, конечно, нам надо наращивать вертолётную группировку. И я такое предложение Евгению Николаевичу сделал, Зиночеву министру по чрезвычайным ситуациям. Оно было поддержано им. И уже завтра днём здесь у нас должны прибыть два вертолёта с водоследовательными устройствами. Один Ми-8 Самурской области, где он работал на паводке. А второй вертолёт Ми-26, он прибудет сюда с Хабаровского края. Этот вертолёт, который может поднимать, в том числе и уже предислоцировать тяжёлую технику, что особенности важно для тушения пожаров и для их локализации здесь, на Унамском районе, где достаточно трудоступные пожары у нас идёт. И как раз вот для того, чтобы туда бульдозеры перебрасывать, вот эта техника понадобится. Ну и кроме того, Ми-26 может поднимать водосливное устройство, в котором до 15 тонн воды одного момента он может сбрасывать. Это практически то же самое, что и БИ-200, даже больше. Поэтому появление вот этой техники нам позволит, нам как раз сейчас стабилизировать и улучшать ситуацию рядом с нашими населёнными пунктами, которым угрожает огонь. Александр Сергеевич, какова текущая ситуация в регионе? – Текущая ситуация у нас сложная. Мы сейчас тушим 63 пожара. Участвуют тушения пожаров свыше 5000 человек и свыше 700 единиц техники. Безусловно, опасность у нас по районам республики, если смотреть, то я уже вот перечислил, это Намский, это горные районы, это пожары в Чуробчинском, пожар в Чуробчинском улусе, Уссалданском улусе, Кобейском улусе. Есть, конечно, угрозы и по Таткинскому, Хангаласскому, Мегино-Кангаласскому улусам, ну, может быть, несколько меньше, но вместе с тем она достаточно явная. У нас всего сейчас порядка 14 населённых пунктов, рядом с которыми действуют лесные пожары. И по всем этим населённым пунктам сделан отдельный уже план защиты. Он утверждён как раз и уже руководством МЧС. Мы по всем этим планам сейчас действуем, группировки развернуты. Мы уверены, что пожар в населённые пункты не войдёт. Ситуация при этом по некоторым населённым пунктам достаточно тяжёлая. Не скажу, что критичная, а так, но тяжёлая. В течение дня мы несколько таких манёвров с передислокацией наших сил оперативных производили. Это позволило нам ситуацию под вечер стабилизировать. Есть большие проблемы по задымлённости по городу Якутску. Здесь хочу сказать, что вот панические некоторые слухи, которые пытаются распространить, что пожар где-то тут совсем недалеко, это всё фейки. На самом деле пожары достаточно удалены от города Якутска, свыше 60 километров. Вместе с тем, конечно же, то, что ветер поменялся, ветер идёт с северо-западный на город Якутск, он как раз вот эти пожары ровно несёт, дым этих пожаров ровно несёт на город Якутск. Здесь, конечно, надо к этому с пониманием отнестись. Тем более там не только дым от пожаров, но и дым от отжига, который наши пожарные тоже производят, для того, чтобы в кратчайшие сроки эти пожары локализовать. Идёт большая работа. К сожалению, техника, которая работает на пожарах, ломается, в том числе и военная техника. Вместе с тем техники у нас на пожарах хватает. И завтра мы на те участки, где мы видим её недостаток, где мы можем их ещё усилить, будем перебрасывать технику, в том числе с помощью вертолёта Ми-26. В целом, я считаю, что благодаря слаженной работе и федеральных сил, и республиканских лесопожарных формирований, местного населения, добровольцев, нам ситуацию удаётся держать в районе населённых пунктов. И мы надеемся, всё-таки она в ближайшие дни уже начнёт несколько улучшаться. Потому что по ряду районов, в том числе, например, по Кобейскому району, мы пожары от населённых пунктов достаточно далеко отодвинули. И вот ситуация, которая была критическая ещё несколько дней назад, она уже стала тяжёлой, так, но уже вполне управляемой. И также хочу сказать, что сейчас готовы уже силы лесопожарного резерва также и в Приморье, и в Хабаровске. И как только позволят условия аэропорта города Якутска, они тоже будут сюда переброшены и направлены на тушение лесных пожаров здесь у нас в республике, как раз по тем районам, где мы видим особые опасности. – Асин Сергеевич, вот как раз-таки касательно задублённости, какие дополнительные меры поддержки населения предусмотрены у правительства вот в связи с этой задублённостью? Спасибо. – Безусловно, дым от пожаров, он крайне негативно сказывается и на самочувствии людей, особенности на пожилом нашем населении, на беременных женщинах, детях. И для того, чтобы минимизировать эти последствия, я принял решение, сегодня подписал вечером уже указ о том, что завтрашний день у нас объявляется нерабочим для 11 муниципальных образований. Это, в первую очередь, город Якутск, городской округ Жатай, и центральные, вот намские, горные, хангаласские районы, Мегино-Кангаласские, Чуропчинские, Таттинские, Уссалданские районы. Ну, вот всего 11 муниципальных районов и городских округов на завтрашний день объявляется выходной день. Ну, кроме тех учреждений, которые обязательно должны работать, например, учреждения здравоохранения, аптечные сети, предприятия круглосуточного режима. Ну, ещё я попросил, чтобы в ближайшее время уже вот этот указ был до всех районов доведён, до всех городских округов. Ну, и, конечно, людям завтра этот выходной надо проводить дома, потому что завтра мы считаем, что погода начнёт улучшаться не раньше, чем всё-таки после обеда. Метеосводки, которые ко мне поступают, говорят о том, что ситуация, ну, несколько начнёт улучшаться после обеда, завтрашнего дня. Ну, вот завтрашний день, поэтому я прошу всех жителей вот этих 11 муниципальных районов, городских округов проводить дома, на дачах. Ну, всё-таки надо беречь себя, своё здоровье. Благодарим вас за предоставленную информацию. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева по лесным пожарам. Мы следим, как развиваются события. Оставайтесь с нами.